Теперь давайте разберём ваш вопрос, ваш текст самого вопроса. Значит, пишу под эмоциями и прочу советы, ибо сама уже не могу три стреза оценить ситуацию. Ну, смотрите, психологи не дают советов, это первое. То есть вы здесь не падаете. Я замужем один год, есть малыш. Ну, соответственно, что вас объединяло и объединяет ваше мужем, то есть что общего между вами и вашим мужем, насколько много этого общего. Как вы, ну, как давно, например, вы встречались, вот, и, собственно, что послушало фундаментом для ваших отношений. Насколько вы совместимы, да, друг с другом. С мужем мы поженились по любви. Ну, опять же, что это значит по любви? То есть по любви это как? Вот, ну, типа, типа, что вы понимаете, под любовью, да, здесь. Дальше. Сейчас я мне почти противен, но противность это по факту агрессия, да, агрессия. Это значит, что вы себя не чувствуете защищенным. То есть вы от чего-то защищаетесь. Все дело в наших постоянных проблемах. В почве для проблем очень много. Ну, смотрите. Проблемы это скорее ваше общее вложение в ситуацию. То есть я имею ввиду, что вы сами вкладываетесь в то, чтобы проблемы были. Никак не иначе. Вот. А очень важно понимать, какой вклад в проблематику сделаете лично вы. Потому что проблемы не могут быть только вашими, только мужчины, но и ваши тоже. Почвы для проблем очень много. Почвы для проблем очень много. Когда мы готовились к свадьбе, решили, что будем жить с его родителями в деревне первое время. У казаков так принято. То, что принято, это, безусловно, хорошо и здорово. То, что принято. Но проблема здесь заключается в том, насколько вам это подходит и насколько вам подходит к тому, чтобы не быть по факту хозяйкой. Да? Вот. Насколько вы адаптивны, грубо говоря, к ситуациям. Насколько вы адаптивны. Сколько вы адаптируетесь, способны адаптироваться к нелегкой для себя, например, ситуации. Да? Вот. Это важный момент. Дальше. Ну, не понимать, что живя с родителями, вы, ну, в общем-то, обрекаете себя на определенную несамостоятельность. Скажем так. Вот. Вы обрекаете себя на определенные нарушения границ, в том числе ваших границ, вот, личных границ. Вот. И не совсем понятно, готовы ли вы, согласны ли вы на это. Дальше. Мы жили с ними, но потом пришло время родов и мы переехали к моим родителям в город. То есть, вот, получается, что вы самостоятельно сами не были нигде. То есть, вы, вот, такое ощущение, да, что постоянно переезжаете, вот это, ну, от одних, грубо говоря, от одних родителей, да, к другим. То есть, вы не самостоятельно здесь. И это, на самом деле, ну, довольно существенная, на мой взгляд, проблема. Вот. Потому что, ну, извините, вы практически полностью не самостоятельны. То есть, у вас, по сути, не было возможности, да, ну, вот, как-то себя, ну, проявить свою самостоятельность. По факту. Вот. И это, на мой взгляд, это довольно, довольно серьезно. На мой взгляд, это довольно серьезная проблема. Вот. По моему мнению, конечно. Вот. Дальше. Идем. Следующее. Так. А, до сих пор у них живем, начали финансовые проблемы, просто не можем осилить этого. Ну, что значит, начали финансовые проблемы. Не очень понятно. Вот. Что вы имеете в виду, говоря про то, что начали финансовые проблемы. Вот. Что вы именно, что вы имеете в виду, не очень понятно. Вот. То есть, у кого финансовые проблемы. У вас финансовые проблемы, у молодого человека проблемы со финансовой, как вы к этому пришли. То есть, ну, вот это вот все, вообще говоря, непонятно. Вот. То есть, опять же, все это вот у нас, у нас, у кого, у нас и я. Вот. Вот. Вы не подумайте, что я поделаюсь к вам сейчас. Нет, ни в коем случае. Просто, ну, важно, вот, все понимать, да. Важно, чтобы, ну, чтобы были, чтобы было четкое понимание того, что происходит. Вот. А не такие вот истории, когда можно что-то как-то интерпретировать, да. Вот. Поэтому, ну, поэтому так важно все разобраться. Все нюансы. Дальше. Так. Муж оказался в долгах. Я об этом узнал после женщины. Он неудачно вложился на нас теперь не только ребенок, но и кредитные долги. Это все удручает. Как вас конкретно удручает то, что муж в долгах, и как это влияет на ваше чувство к нему? Вот. Это очень важно. Это очень важный момент. На мой взгляд. Дальше. Идем. Так. Я никогда не сталкивался с нищетой. Сейчас мы даже подкушники сами не можем купить. То есть, грубо говоря, вас это задевает. Так? Грубо говоря. Ну, грубо говоря, вас задевает то, что вы не можете себе даже паргузники купить. Ага, ну. Как вас это задевает? Конкретно. Как вас это задевает? Это очень важный момент. Дальше. Ага. Он работает, но из-за проблем с ЧСИ ничего не получает. Не получает запись. Что такое ЧСИ? Непонятно. Не приносит деньги в доме. Я не знаю, как могу еще терпеть это. А почему вы это терпите? Ну, не очень. Понятно. Понятно, да? Почему вы именно это терпите? То есть, ну, вам... Вам не нужно это терпеть. Вы либо принимаете эту ситуацию вот такой, какая она есть, да? Либо не принимаете ее, а терпеть... То есть, получается, вы ее не принимаете, но ничего не делаете для того, чтобы защитить и отстоять свою позицию. Мои родители всячески поддерживают нас, но не без упреков. Опять же, вас это как-то задевает. Им меня щелка, считают, что мне не повезло, а медалистка, умница, красавица, а муж... Ну, то есть, здесь вот у них точно к вам определенные ожидания. И то самое, наверное, неприятное, то, что и у вас к себе ожидания тоже есть. И вы хотите оправдать ожидания своих родителей, вероятно. Дальше. Значит так... Значит так... Не приносит деньги, потом я даже... Я не знаю, сколько... Так... Муж обещал решить проблемы и снять КВ, но надеюсь, что это так. А почему вы раньше не заботились снять КВ? Вот... Как бы... После дождение ребенка это значительно сложнее сделать. Вот... Опять же, непонятно, к чему вы... Пром... То-то, что вы медалистка, умница и так далее. А... Его отношения с мамой наколены до предела... А... Надежда уже так. Ну, то есть, это ваша почему-то вот надежда. То есть, все вы сами делаете для того, чтобы это все получилось. То есть, почему муж только все должен делать? А... Дальше. Значит, отношения с мамой наколены до предела. Он оказывает о том, как он неудач... Он в ответ молчит, но выговаривает мне. А как на вас это влияет? Я стала быть иметь выходные. Это позиция жертвы. Извешите, пожалуйста, треугольник Кармана. А... С одной стороны, злюсь из-за слов мамы, с другой в ее словах истинно. Вот это вот и как бы проблема, что у вас... Что у вас истина в... Чьих-то категоричных словах, но не в себе самой. И вы не понимаете, что... Как бы... Правда, где-то посередине всегда. То, что вы злитесь, это... Как раз таки... Ваши неопреагированные, не... Прожитые... В какой-то степени эмоции... И чувства. Дальше. А... Он ни копейки не принес за год. Часто лжет. Его история с работой в спецслужбе кажется сказкой. Ну, насчет лжи... Это нужно выяснять. А вот ваше отношение к финансово... Ээээ... К финансово-материальной стране... Ну, нужно более подробно... Мне представляется разобрать. Он неплохой человек, я его люблю. Значит, это значит, неплохой человек. Что вы понимаете под любовью? Вот. Он обожает нашего сына, но все эти проблемы у меня как в ком горле. А... Что значит в ком горле? Вот что это такое? Он хоть и выслушивает все от мамы, но не спешит решать жилищный вопрос. Почему только он должен решать жилищный вопрос? Здесь удобно в городе все условия. Вкусная еда на работе пешком. Так и зачем? Какой у него стимул должен быть? Ээээ... Этот вопрос решать. Эээ... Дальше. О нём его родители так не заботились, как я. Так и... Какой, опять же, ему мотив что-то менять? Ну... И как о нём заботились случайно? Не как родители. То есть вы изменили им родителя, получается. То есть вы воспринимаетесь им как родители. Эээ... Я из-за этих проблем чувствую себя ужасно. Как конкретно? Меня обидится, что за женой все родители. Чем? Парабокс, но даже ничего такого не было. Ну, это нормально. Эээ... У вас гораздо больше теперь расходов. Но... Важно то... Вот... Из чего проистекает... Эээ... Ваше восприятие... Ээ... Того, что вы с... Ээ... Вот... Ну, с родителями живёте. То есть, с одной стороны, вроде бы вы не берёте ответственности здесь за то, что хотите и сами ничего не делаете. Ну, при том, что... Как бы... Ээ... Ээ... Ребёнка вы извили, да? И только потом уже начали... Эээ... 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 Жилищный вопрос решать. Ух... С одной стороны, вроде бы, ой... Эээ... Привыкли быть за... ЗА... Кем-то. Но, с другой стороны, вам с родителями жить некомфортно. То есть, мне кажется, как-то вот здесь нужно определиться. Вот. Я чувствую вину перед ними. Ну, вот, с виной перед родителями нужно обработать отдельно. Это очень хоррикотное чувство, и оно вам мешало. Ээ... Ээ... Я слизь, плачу, я разрываюсь. От чего разрываетесь? На что злитесь? Из-за чего плачете? Из-за чего? Из-за чего? Я боюсь, что мы не выберемся из этой ямы. Кто мы? Кто мы? Как вас задевает то, что вы в яме? То есть, такое ощущение, что вся ситуация это... Пусть как бы вот, знаете... Как-то... Давит на какие-то вообще слабые муставы. Ээ... Дальше... Так. Еще больше боюсь, что выбран не того мужчину. А как можно выбрать того не того? То есть, что это значит? И как связана любовь с тем, что вы можете выбрать того или не того? Эээ... А я его не понимаю. Я хочу, чтобы он решил все проблемы. Он весь год не может справиться с ним. А вы сами? Почему только он опять решает... Должен решить все проблемы? Непонятно. Такое ощущение, что вы ставите ему... Ему... Условия. Реши проблемы и все будет хорошо. Вот. Ну... Опять же... Это не совсем партнерские отношения. А если вы не хотите партнерские отношения, то выбор у вас здесь очевиден. Вы или принимаете позицию своего мужа или нет. А вы этого не делаете. Тоже, наверное, из-за страха. Из-за тревожности. Эээ... Так. По-другому и не скажешь. Я себе противна. Опять же, идет непринятие себя. Идет сравнивание себя с другими. Этого тоже не к вашему личному росту. Я хочу вернуть сына в свои места. Что это значит? Что значит сына в свои места? Ну, когда смотрю на сына, ругаю себя за... За... Сожаление. То спасите. Отвергаю свои чувства. И... Испытываю вину уже теперь перед сыном. Я ведь его хотела. Зачем? Я хотела замуж. Зачем? Я люблю мужа. Люблю мужа и любила. Что вы понимаете под любовью? Я выбрал 30-летнего мужчину. Который обещал ради меня горы свернуть. Ну, в любви с детства. Эээ... К любви это отношения не имеет. Это, скорее, ваше желание себя защитить. Вопрос в том, от чего. Теперь даже квартиру однокомнатную снять не может. Ну, опять же, если у вас какие-то ожидания именно от мужа. И прикладывание на него ответственности. Хочу свое гнездо. Хочу тихого счастья. Так, если вы хотели, сколько я хотела, свое гнездо. То есть, как это увязывается с тем, что вы вначале ребенка завели, а потом только начали беспокоиться, а, ну, беспокоиться про свою квартиру. А, и так было. Что-то как-то будет пламя немного. Нет? Вот. Эээ... Дальше. Дальше. Так, я не знаю как быть. Что бы что, отношения с мужем мамой зашли в тупик. Ну, психологическую игру тупик изучите, пожалуйста. И вам будет понятнее немножко, что с вами происходит. Более понятно, что с вами происходит. На этом все. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. На дейсто... Ситоят-Эп, где траверсина. Субтитры сделал DimaTorzok